Добрый день, будьте любезны, американо без сахара и без молока. Всю неделю только кофе, только хардкор. На завтрак, обед и ужин. До еды, после, а иногда вместо. Любовь Бабашина выпивает в день минимум 4 чашки бодрящего. Пью всегда кофе, каждое утро, обязательно. Работа, выходной, неважно. Люблю кофе, пью всегда без молока, без сахара. Именно чувствуется вкус кофе, приятно, вкусно. Я думаю, что даже полезно, потому что бодрит, сразу мозг включается, запускается, на работе это 100 пудов нужно. Вокруг этого манящего напитка ходит много слухов, мифов и споров. Но что бы о нем не говорили, любители приписывают ему немало достоинств. Кофе улучшает работоспособность, повышает настроение и дарит бодрость. А еще в кофе содержится масса полезных веществ для организма – кальций, калий, фосфор и магний. Добрый день, можно, пожалуйста, американу с собой? Пожалуйста, Ваше любимое. Спасибо. 1-0 в пользу кофеманов, скажете вы, но есть и плохие новости. Кофе вызывает сильное привыкание, а регулярное употребление плохо влияет на сердце. Но нужно понимать, на всех он влияет по-разному. В день можно выпить 2-3 чашечки кофе здоровому человеку, это не повредит. Нежелательно пить беременным женщинам, людям, страдающим остеопорозом, и ухудшением усваиваемости кальция, и страдающими тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для Егора Дубко кофе не просто напиток, это религия. У него в чашке целый мир, горячий, ароматный и с миллионом оттенков вкуса. В последнее время владельцы кокеина в Крыму все чаще расширяют ассортимент за счет так называемой альтернативы. К альтернативе мы относим все методы приготовления кофе без использования классической кофемашины. Например, воронка, клевер, кемекс или аэропресс. Они наиболее популярны в России, но это не весь перечень. Кофе – это прежде всего ягода, которая имеет кисло-сладкий вкус. Поэтому в следующий раз вместо привычного американо рекомендую заказать себе фильтр кофе. Это может быть бачбрю или же пуревер. Альтернатива однозначно откроет новые горизонты вкуса. Кстати, в интернете множество сайтов с рекомендациями, какой кофе выбрать. Врачи рекомендуют с утра пить легкий мягкий напиток, например, капучино. А вот после обеда лучше это будет бодрящий, крепкий эспрессо. Американо тоже подойдет. После ужина кофе тоже может быть полезным, ведь он улучшает пищеварение. Жизненный эликсир совмещает в себе и полезные, и вредные свойства, как и многие продукты. Но едва ли его можно назвать главным врагом организма. Пить кофе или занести его в черный список – выбор за вами. Главное – во всем знать меру. Антонина Шитова, Влад Кравцов. Утро нового дня.